Минута в минуту. Радио Болтком. Построить фундамент здоровой семьи и укрепить свой иммунитет, взяв достижения науки в свои руки. Вода – это архитектор здоровой и счастливой жизни. Все это и многое другое в программе Академия Здоровья на Радио Болтком. Всем доброе утро еще раз. Начинается Академия Здоровья, программа, которую мы ведем с экспертом по качеству питьевой воды «Сиакватор» Евгением Данько. Здравствуйте, доброе утро, Евгений. Здравствуйте, доброе утро. Зовут меня в самом деле Евгений. Многие спрашивают про фамилию. В самом деле она Данко. Я говорю, да, Данко так и есть. Это не псевдоним, это фамилия. Я очень рад вас видеть живого, здорового на этой радиостанции. Хотя, конечно, вещаю сейчас из Москвы по Зуму. Просто у нас, скажем так, все, что связано с водой, в частности с айнизацией воды, это теперь имеет государственное, я бы сказал, стратегическое значение. Ну вот настали такие времена. Никогда, конечно, мы о них не думали, что будем, скажем так, в первой жизни при такой ситуации, когда опять ничего не понятно. Вот, в принципе, сегодня был только разговор с докторами здесь, с российскими. Говорят, вы знаете, мы на самом деле не очень хорошо понимаем, что сейчас происходит. Так вот, для того, чтобы разобраться в том, что происходит вокруг нас, я считаю, нужно начать с себя. Себя нужно начинать в любом случае. Почему? Потому что, в принципе, ну, если так посмотреть, вот к зеркалу подойти внимательно, да, я даже не говорю сейчас, Олег, про наш с вами возраст, ну, любой человек, подойдите, посмотрите внимательно на себя и кого вы там видите. Вот ответьте себе на этот вопрос, да. Если перед вами молодой, здоровый иммунитет, человек с сильным организмом, которому фиолетово любые вирусы, простудные заболевания и возрастные, скажем так, моменты, тогда вы можете смело переключаться на другой канал, вам здесь делать нечего. Если вы такой же, как и мы, ну, обыкновенный простой человек, да, склонный верить иногда тому, что говорят на радио, по телевизору, но пропускать через себя, через свой скепсис, через свою логику, то добро пожаловать на нашу программу Академия Здоровья. Здесь мы просто разбираем по кирпичику, по атомам, по молекулам всё то, что имеет отношение к нашему человеческому здоровью. Вода, в частности, да, это архитектор. Меня многие спрашивали, почему он говорит, что это архитектор здоровья. Да без неё даже таблетки не работают. Вот те самые, которые рекламируют, они не будут работать, если в организме нету логистики. Это примерно как вот товар на склад завезли, а в магазин он не попал. Почему? Так грузовики не приехали. То есть получается, что таблетки, которые вот многие любят запивать, чем придётся, там соком, чаем, кофе, всё-таки очень и очень важна та жидкость, которая нам помогает эти таблетки забросить в организм. Да не просто забросить. Я докторов приглашал иногда в прямые эфиры федеральные здесь, на России, и спрашивал, говорю, скажите, что самое важное, в принципе, он говорит, самое важное – внимательно прочитать инструкцию. Я, конечно, спросил следующий вопрос, и говорю, почему? Как человек, который довольно редко читает инструкции в тех же самых таблетках, максимум, как правильно пить, ну, два раза в день, три раза в день. И на большее я внимания обычно, как и вы, тоже не обращаю. Ответ доктора говорит, вы знаете, самое важное – пить именно тогда, когда написано – перед едой, во время еды или после. На мой глупейший вопрос, почему? Ну, доктор посмотрела, как, ну, на очевидного человека, который не связан никак, видно, с медициной. Она-то привыкла, что все вокруг это знают. Говорит, ну как, если вы съели даже очень дорогое лекарство, не во время обеда, а до или после, другой PH внутри желудка, другая среда, да, то есть другие условия. Я говорю, и что? Говорит, лекарство просто не сработает. Архиважно не только регулярно принимать назначенные препараты, но именно в тот момент, как написано в инструкции, даже если врач об этом вам ничего не сказал. Ну, запыхался много тут пациентов, да, каждому не объяснишь, вам в комплекте идет инструкция. Вы ее не прочитали? Сами виноваты. Не пьете воду? Сами виноваты. В принципе, доктор, когда выписывает какие-либо препараты, он всегда говорит, ну, пейте как можно больше воды. Некоторые говорят, пейте как можно больше жидкости, и человек думает, ну как, кофе он жидкий, да, все прекрасно, выпил чашку кофе, вот жидкость там организма, сам ее выработает, что мне тут для этого балком, слушайте, разбираться. Но если взять за основу химию логику, ну, ту самую, которая медицина, наука, да, а не около нее, то она нам говорит, что 200 мл кофе вызывают обезвоживание организма на 220 мл, то есть 200 вышел, 220 ушло. О какой транспортной логистике можно говорить, если к вам не привозят, а от вас вывозят, да? То есть, опять же, если пить кофе, люди многие пьют его почему-то с сахаром, ну, маленький шаг на пути к сахарному диабету, то есть, а, спустили кровь и подняли сахар. Поэтому не надо удивляться, когда приходите во все еще открытые заведения, той же самой Риги, да, нормальные, и в нормальном месте, где люди знают о пищеварении немножко больше, чем просто бармен за стойкой, вам всегда к кофе подадут бесплатный стакан воды. Это значит, люди точно знают, чем они занимаются, и заботятся о вас. То есть, воды подают не потому, что кофе горький или слишком крепкий, да, мужчины многие говорят, зачем мне вода, я мужик, я кофе могу и так выпить. Нет. Чистая физиология. Для того, чтобы водитель, например, ночью на заправке, выпивая кофе, не заснул за рулем через полчаса, продавец всегда посоветует взять ему водички, в частности, питьевой. Физиология ничего больше, наука, химия. Ну, хорошо. Ну, мы посмотрели, значит, с этой точки зрения, когда нужно принимать таблетки, а почему их все-таки запивают водой? И главное, какой водой? Почему водой? Да, тут здесь не только свойства воды. Да, если пить достаточное количество, кожа гладкая, снимает усталость, придает энергию, это все правильно. У нее нет побочных эффектов. Понимаете? То есть, когда человек говорит, вы знаете, я не пью воду, мне противопоказано, вы из нее состоите на минуточку. Да, то есть, рождаемся процентов на 90, умираем процентов 50-60, можно провести СИД. Некоторую линию такую на графике, да, закономерность получается. Если поддерживать баланс водно-солевой, да, в частности, кислотно-щелочной, то есть вот те маркеры, когда обычно идут сдавать люди анализы, те маркеры, на которые смотрят доктора, они всегда в норме у тех, кто поддерживает свою транспортную систему, когда не только таблетки, да бог с ними, с этими препаратами. Ведь наши клетки раз в 7 лет, можно сказать, организм обновляются, они беспрестанно, да, то есть часть клеток отмирает, новые рождаются, и пока этот процесс происходит, человек живет здоровой жизнью. Но когда мусор перестали вывозить из города, братенька, на минуточку, он скапливается. В городе там заводятся крысы и прочая нечисть. В организме, в принципе, все то же самое. Если говорить не медицинским языком, простым, понятным каждому человеку, представьте город, из которого не вывозят мусор. Неделю, две, три, год, два года. Вы хотите жить в этой помойке? А теперь внимательно подойдите к зеркалу и посмотрите на себя. Вот в телефон селфи включите. Вот эти вот мешки под глазами, серая кожа, дутловатость, это плохое настроение, вечно вам кто-то что-то должен, все не так, это всего лишь симптомы обезвоживания. Можно не бросаться громкими словами, не говорить про артриты, про гипертонию, про прочие вещи. Я скажу очень просто. Шансов пережить коронавирусную инфекцию практически нет у того человека, который в настоящий момент не пьет достаточное количество питьевой воды. Вот что хотите, то и думайте про это. Транспортная система не работает, вывоз мусора, все понимаете сами, да? И туда еще пришла армия чужаков. Грабить монголу-татару или китайца, называйте, как хотите, в конце концов, летучую мышь кто-то из китайцев съел, как нам говорят. Ну вот и все. Вот и ситуация аховая, морг. И до свидания, следующий. И здесь уже не имеет значения, какие у вас возрастные ограничения, сколько вам, 50, 40, 60, какие у вас болячки. Если транспортная система не работает, без разницы, сколько лет этому городу, да? И какого он размера. Законы химии и физики для всех одинаковы. Поэтому сегодня мы будем говорить как раз о той технологии, которая еще лет 30 назад позволила, по крайней мере, позволила надеяться на то, что можно жить реально без болезней. Ведь система ионизации – это не что иное, как доказательство того, что люди могут повторить природный процесс в домашних условиях. Та вода, которую мы получаем из подземных источников, где уже в наше время либо лечебница, либо монастырь, Карловы, Вары, Минеральные воды, Пятигорск, Боржоми, пюхтится, в конце концов, недалеко от Риги, многие раньше автобусы не ездили туда. Я сейчас не трогаю религию, да? Вот давайте сразу дистанцируемся от этого. В тех же самых источниках в храмах можно взять и проверить физически свойства воды. Там, где она из-под земли реально бьет ноги, люди могут подтвердить мои слова. Кстати, запишите телефон 6222-22-44. Это прямая связь с нашими экспертами. 6222-22-44. Мы продолжим нашу программу. То есть, когда люди говорят, вы знаете, вот, ну, а как это проверить? Это же там святая, намоленная. Я говорю, нет, подождите, религия – это всего лишь язык науки, но немножко не то, что старинный, ну, широкого пользования. Ну, если так вот, согласитесь с собой, да? Когда написаны четкие правила, как пить, как есть, что делать, куда ходить, если их соблюдаешь, в принципе, все в порядке. То есть, религия – это, можно сказать, все-таки язык немножко науки, как человеку жить, как пользоваться в том числе своим телом. И ионизация – это то, что люди, ну, плюс-минус, а нотка тот, да? То есть, когда-то обратили внимание молодые ученые, когда просто искали, вот, как получилось с теми же самыми таблетками. Помните, как-то было очень шарапово и прочее, вот этот, как назывался этот препарат, мелдоний, мелдронат, да. И у американцев его много, и у россиян тот же. Почему? Так гептила от ракет, знаете, сколько осталось? Ну, топливо ракетное. Вот наш один латыш, профессор, при придумывании того, как утилизировать ракетное топливо гептил, придумывал мелдронат. Вот Латвия прославилась на весь мир. Так и здесь. Ионизированная щелочная вода – это побочный продукт очередного исследования, как бурить твердые породы. Нужна была просто эмульсия, высокощелочная эмульсия для бурения. Люди неравнодушные обратили внимание на то, что происходит с человеком, если он, например, начинает эту воду пить, она в его организм попадает, да. То есть свойство, что, посмотрите, такие же, как в тех же источниках природных. И здесь, когда получили результат, все-таки в 1988 году, это было не просто научно доказано, это попало в наши советские аптеки. То есть там готовили аналит, каталит, живую, мертвую воду, называйте ее, как хотите. Но самое главное, что было всегда в аптеках и есть по сей день в провизорских. Просто вы про это не знаете. Никто и вам, и мне не рассказывает в рекламе по телевизору серебро. Те приборы, которые производятся в нашем заводе, они комплектуются все третьим электродом. Вот многие спрашивают, почему? Почему вы не отдельно продаете? Оружие должно быть в руках каждого человека, если речь идет о войне. В наше время с вирусами идет реальная война. Хотим мы этого или нет, но так случилось. За миллионы лет резистентности серебром им выработать не удалось. То есть оно как их побеждало, так и побеждает. Каллоидное серебро вы можете купить в аптеке, прийти и спросить, вот мне надо. Можете купить какой-нибудь коммерческой фирмы, главное, проверьте, что там в самом деле серебро, сдайте на анализ, не поленитесь. Либо можете приготовить сами, купив приборы, которые называются ионизаторы серебра. Их производит достаточное количество компаний. Главное что? Чтобы серебро было чистым. Единственный момент, когда возникает, а какую же воду серебрить? То есть просто из-под крана нельзя, из колодца нельзя, нужно ту воду, где нету хлора. И поэтому ионизированная щелочная, где весь хлор уходит в кислотную воду, для серебрения подходит как нельзя лучше. Ну и обладает, опять же, теми же восстановительными свойствами, когда организм восстанавливается, а на клеточном уровне есть дополнительный электрон, который латает мембрану нашей клетки. И если вы туда добавили серебра в ионной форме, то есть в той мельчайшей ионной форме, когда проникает через нашу клетку и также попадает внутрь вируса, грибка, бактерий, неважно, в данном случае мы говорим про вирусы, то вот наша ферментативная система от серебра не страдает. Наоборот, омоложение крови, укрепление костей, строительные материалы. То есть нам серебро надо. Вирус оно убивает на 99,99%. Я уж не буду говорить 100%. Но то, что вирусы не могут адаптироваться, это однозначно. То, что можно получить вторичный иммунитет, мы сейчас говорим не про укрепление длительное, нудное своего, а то, что можно реально получить здесь и сейчас, вторичный иммунитет, просто начав серебрить в питьевых концентрациях разумно свою питьевую воду. К нашему прибору, кстати, идут рекомендации, четкие медицинские они есть. Хоть самый прибор не является медицинским, бытовым, но пропала из аптек. Живая и мертвая вода. Зато появилось много разного другого. Чистая, наверное, коммерция, ничему больше. Но мы говорим про то, что позаботиться теперь все-таки – это обязанность самого человека. Никто добрый не придет и волшебную пилюлю, как мы видим, спасающую от всего и вся, не предложит. Жизнь такая. Но в наших силах, на своем примере могу сказать, на примере своих родных, сейчас вот эта серебряная вода, когда мы серебрим живую и незерную щелочную, это реально, ну, пусть не панацея, но процентов на 80, на 90 – это гарантированный результат того, что вы спокойно перенесете любую вирусную инфекцию. Без трагических последствий. Сколько нужно серебрить в воду, может быть, сразу такой практичный вопрос? Практичный. Там есть программа, встроенная 0,01. Это вот тот минимум, который можно хоть младенцам давать, профилактический. Да, в принципе, если опираться на медицинские рекомендации, 0,1, то есть это вы серебрите с осени по весну, для того, чтобы весь этот период обойтись без вот соплей по коленам, без кашля, чихов, без острых респираторных заболеваний. Если вирус серьезный, ну, скрутили, так сказать, умные люди, да, можете заболеть. Поднимите концентрацию, там все в рекомендации есть, до 3 мг, как когда-то это сделал я, ну, то есть 0,1, 12 секунд, очень быстро готовится, 3 мг, там, минут 10-12 занимает. Но выпиваете стакан натощак, минут за 15 до еды, и чувствуете, как симптоматика сваливается тут же. Почему? Потому что серебро начинает работать сразу, ему не нужен накопительный эффект. И, находясь в ионной форме, оно и попадает в наш организм сразу, не нужно ничего, так сказать, настраивать и перестраивать. Когда-то у меня был случай, я проверил это в Ренезерс. Я приехал в отделение инфектологии в Риге. Ну, родственник мой, троюродный брат, туда попал. Сильные инфекции, да и, в принципе, я предложил профессору там, который заведовал отделение, он говорит, давайте вот поставим аппарат, инизатор. Говорит, дорогой мой человек, вы в государственном учреждении, никто тут ничего ставить не будет, да и здесь некому. Вы посмотрите, какие у нас здесь пациенты. От СПИДа, сифилиса, до всего чего. В том числе, вот, вашего, говорит, тоже привезли. Ну, так получилось. Жизненная ситуация бывает всякая. Говорю, знаете, я говорю, а давайте я буду вам привозить готовую щелочную воду, вот, в пятилитровых баклажках, там, под закимусь же, да, например, там, брать под что-нибудь удобное, такие толстый пластик. И буду каждый день привозить. После вот своих эфиров, там, с DC на 11, на пике, который я вел, говорит, ну, если вы будете сами делать, давайте. Я две недели это таскал в Ленезерс. То, в чем измеряют вот эти вот единицы, не помню, как называется, иммунитет, да, но то, что за две недели у всех четырех в этой палате, ну, то есть я ни одному противнику таскал, всем, ну, кто там лежит, три-четыре баклажки привозил. А ее вкусно пить, вот это 0,1, она как сладковатая, то есть сама заходит, пить хочется, людям-то препаратов много колет. То есть одно дело, что щелочная вода, выведение продуктов распада, детоксикация. Ну, для тех же алкоголиков, наркоманов, понимаете, да, то есть трясущаяся рука к шприцу и к стакану не тянется. Я просто говорю своими языком, понятным, да. То есть там в Ленезерсе лежали конченые наркоши. Ну, брат попал в плохую компанию, всякое бывает в жизни, да, не надо осуждать человека. За четыре, получается, недели, нет первые две недели, со 90, 110 единиц до 350 поднялся иммунитет. Единственное, что сказал профессор, говорит, вы понимаете, у нас это все же неофициально, вы просто родственнику привозили воду. Я говорю, да я понимаю, мне просто нужно было понять самому, что, а, я не сошел с ума, меня не заманили ни в какую секту, и что серебро в самом деле работает. Ну, тут он посмеялся, говорит, вы в ожоговый центр, говорит, заскочите и все увидите, на основе чего делаются те самые эмульсии, которые помогают восстановить клетки организма, да, чтобы кожа новая выросла, и чтобы без инфекции, без воспаления, говорит, ну, тот же колдорган, эфедрина, и он из серебра, оно используется, оно работает, говорит, единственная проблема в наше время найти то устройство, тот прибор, где в самом деле серебро без примесей, да, то есть почему вот у нас, пишем мы электро, четыре девятки, 99, запятая 99, это не проба ювелирная, это медицинский сертификат, то есть у нас врачи берут наши приборы не для щелочной кислотной воды, на самом деле вот те лор-кабинеты, которые в Риге работают, для того, чтобы сделать то самое коллоидное серебро, которое сейчас подчас в провизорской аптеке трудно найти, потому что провизорских аптек не стало как таковых, да, но они это используют, это работает, это помогает людям, значит, это хорошо. Единственное, что от доктора вы никогда не услышите, что вы, в принципе, можете этот раствор сделать сами, и если немножко знакомые с технологией вот этой, знаете, ку-ку, вот те, кто нас видит, понимают, о чем я говорю, голову наклоняешь и в одну ноздрю заливаешь, с другой вытекает и говоришь ку-ку-ку-ку, ну, в детство вспомните, мама многим так делала, если там не просто соленая водичка, а раствор коллоидного серебра, смерть грибкам, вирусам и бактериям, какие бы они ни были, резиснятности у них нет. Употребляя слабосеребренную профилактически вкусную воду каждый день с осени по весну, вы перестаете болеть. Перестаете болеть, вы перестаете болеть, ваши дети. Все, что вы должны придумать в своей жизни, это как потратить то самое свободное время, когда вокруг остальные болеют, а вот садик закрыт, там на карантине, да, а вам делать нечего. Лечиться не надо, почему-то вы не заболели. Вот это самое классное, я считаю, самое настоящее, что осталось у нас после той большой страны. Вот эти технологии, которые используются до сих пор, причем используются по всему миру, посмотреть на тот же японский панасоник в каждой третьей семье стоит инизатор воды. Взять Израиль, технологии инизации воды помогают им просто из морской воды получить питьевую, да, то есть осматическая очистка, минерализация, проточная инизация, это используется везде. Но вот в таких вот трехлитровых никуда не встраиваемых приборах мы пионеры. То есть для домашнего использования, для удобных, для удобства, да, для того, чтобы любой человек мог приготовить, никуда не надо встраивать. Просто розетка 220 вольт, ну, без электричества это никак не происходит, и вода из любого источника, она питьевая. Можете взять, он кековский, пожалуйста, подземная вода прекрасная, минерализация, не нужно там во Францию ездить. Можете взять, из крана налить нашего рижского, обыкновенного, там, не знаю, Екопилского, Далгопилского, любого. Прибор сам сделает анализ, определит, питьевая она или нет, и коль она питьевая, примет ее в работу и через 3-4 минуты приготовит вам ту воду, ради которой людям приходится совершать очень длительные, сейчас, в самом деле, сложные и далекие путешествия. То есть воду, которая не просто вкусная, щелочная, содержит кальций, магний и прочие щелочные элементы, кислотные ушли в кислотную, щелочные в щелочную, тут все понятно, ничего, в принципе, объяснять не надо, если качественные материалы, то все и происходит, так как лет 30 назад еще доказали и открыли те самые советские ученые. Причем, там же были не только, скажем так, русские люди, это был интернационал. Человек 30-40 из научного сообщества медицинского зачертили диссертации, то есть получили докторские степени. И когда вы берете сборник рекомендаций, в свои руки, на которых написано доцент Петро Шибильский, сотрудник нашего завода, нашего научного исследовательского отдела, вы получаете результат, когда применяете любую из них. Получайте результат, если вам в самом деле нужна помощь восстановить хотя бы даже ваше пищеварение. Ну, вопрос такой, что мне кажется, в детстве уже практически многие школьники страдают гастритом, расстройством пищеварения в той или иной степени, сказать, что это нужно пить уже в старости, когда там продлить жизнь. Нет, я думаю, эту воду нужно все-таки, коль такой источник у вас в доме появляется, пить сразу и пить всем. Многие спрашивают, скажите, а вот когда детям начинать давать? Я говорю, ну когда? Когда я своим начал с трех месяцев эту воду давать. Кто-то дает практически сразу, кто как, но в любом случае вы можете проконсультироваться с врачом, когда давать малышу, но о том, что вы видите ребенка перед собой, у которого нету колита, нету рези в животе. Почему? Потому что пищеварение работает как вот, не знаю, как швейцарские часы любого человека. Да, у нас, к сожалению, уже вот время заканчивается. Как, просто напомним, как приобрести этот прибор, куда обратиться? Можно приехать на ЦСУ-15, я понимаю, пощупать своими руками, посмотреть, даже выпить? Можно. Да, выпить воды, проверить на себе или позвонить? Ну, позвонить вы можете по телефону, 6-222-22-44 стоит такой прибор, если мы говорим про акватор Вива, новейший, 439 евро. Да, есть еще модель и сильвер, есть модель мини, там цена отличается, как отличается, ну, мини, к примеру, полтора литра, да, подойдет людям, которые живут там один-два человека в семье, не больше. Если у вас дети, если большая семья, например, и нужно готовить быстро, ну, тот готовит длительнее, вы берете сильвер или мини. Разные приборы, разные цены, можете открыть сайт акватор.лв, акватор.лв, или просто позвонить, заказать с бесплатной доставкой, сегодня она будет в подарок, 6-222-22-44, 6-222-22-44, ну, а для тех, кто внимательно слушал нашу программу, советую включить радиоболтком завтра в 11 часов, да, для вас будет специальный подарок. 6-222-22-44, и встречаемся завтра на радиоболтком в продолжении нашей программы Академия Здоровья. Я думаю, есть возможность, мы еще примем прямые звонки, телефон прямого эфира назовем завтра. 6-222-22-44, акватор.лв, с вами был Евгений Данко, до свидания. До свидания. И будьте здоровы. Построить фундамент здоровой семьи и укрепить...